Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Мария Журавлёва. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. 30 студентов ИТИС получили гранты на обучение. Делают ли в России бесплатный общественный проезд? Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании рабочей группы по организации и проведению 46-й сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО, которая состоится в 2022 году. Заседание прошло в Казанском Кремле. Организовал встречу государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев. Также на заседании присутствовали заместитель министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко и ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Открывая заседание, Ментимир Шаймиев сообщил, что предложение провести 46-ю сессию Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Казани было поддержано высшим руководством страны. Помимо этого, ответственный секретарь по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе отметил, что 46-я сессия Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО будет юбилейной, так как в 2022 году будет 50-летие принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. К другим новостям. 15 сентября в Казани торжественно вручили гранты на бесплатное обучение в высшей школе ИТСКФУ. Еще вчера бывшие школьники благодаря грантам могут бесплатно обучаться информационным технологиям. За какие заслуги присудили награду и как она в будущем поможет им в обучении – в сюжете нашего корреспондента. Поскольку у нас в традиционном формате встреч с первопустников в этом году не было пока еще, и вот сегодня здесь мы чествуем тех, кто получил свою первую существенную путевку в жизнь, путевку в будущую профессию. Несмотря на то, что с начала учебного года прошло больше двух недель, некоторые студенты уже пожинают плоды своей учебы. Так, в IT-парке Казани прошла 10-я торжественная церемония вручения грантов на обучение для студентов первого курса в высшей школе ИТСКФУ. По словам директора высшей школы Михаила Абрамского, гранты получают только лучшие студенты. И каждый год своего обучения они должны это подтверждать. То есть грантовики – это всегда лучшие контрактные студенты. Каждый год надо грант подтверждать. То есть по итогам учебного года формируется рейтинг, и грант получает лучшие в этом рейтинге. То есть если учиться плохо, то грант можно потерять. Получив грант, студент может отучиться в УЗИ, не платив за обучение. Как рассказали представители ИТИС, это хорошая возможность для тех, у кого материальное положение не позволяет оплатить учебу. В этом году грант получили 30 студентов высшей школы ИТИС. Обучение их оплачивается из средств республики. За это в течение стольких лет, сколько они получали грант, они должны отработать в одной из компаний, которые зарегистрированы в территории республики, в качестве, собственно, по специальности, программистам, аналитикам, тестировщикам и так далее. По традиции грант присуждается тем, кто набрал высокие баллы по тремным предметам на ЕГЭ. Однако им для поступления на бюджет не хватило нескольких позиций. Так, например, студентка первого курса Яна получила за информатику, русский язык и математику в общей сложности 260 баллов. По ее словам, грант – прекрасная возможность реализовать свои задумки и продолжить карьеру в ИТИ-сфере. Для меня очень важно это событие, потому что грант дает новые возможности для людей, для обучения в будущем, для развития вообще этой сферы, ИТИ-сферы. После учебы я хочу развивать себя в этой сфере, хочу заниматься программированием и остаться здесь, в Казани, в Татарстане. Еще один из обладателей гранта – Марсель. Парень также учится на первом курсе ИТИ-са. По секрету он рассказал, что поступить хотел в другое место, однако благодаря своей активности парень не прогадал с местом обучения. И полученный им грант служит хорошей для него мотивацией. Конечно, это мотивирует учиться хорошо, получать хорошие оценки, соответственно, хорошие знания. Поэтому грант – это как отличный мотиватор для всех, я думаю, которые будут учиться в этом году вместе со мной на одном курсе. Я сам по себе такой человек, который не стремился к какому-то определенному месту и не было определенной цели, но так вот вышло, ну и действительно я не пожалею. Пока что это только грант на первый год обучения. Впереди еще несколько лет преодоления трудностей и интересной учебы. Однако ни один из студентов, кто был удостоен этой награды, не жалеет, что местом обучения выбрал именно ИТИС. Лев Диденко, Ленар Давлетьяров, Универ Ньюс. Министерство транспорта Российской Федерации планирует введение бесплатного проезда в общественном транспорте на территории нашей страны. Для осуществления подобной идеи Минтранс предлагает сделать платный проезд по большинству дорог на личных автомобилях. Насколько осуществима эта задумка, расскажем в следующем сюжете. По замыслу Министерства транспорта Российской Федерации, бесплатный проезд в общественном транспорте можно ввести при внедрении механизма «Пользователь платит» с расчетом на стимулирование использования общественным транспортом. Ожидается, что этот механизм поспособствует увеличению финансирования транспортной инфраструктуры и сократится использование личного транспорта в крупных городах. «Пользование личным транспортом является достаточно дорогим удовольствием с учетом необходимости оплачивать страховки, техосмотры, штрафы, топливо и так далее. А если взять еще и дороги платными, очень многие люди откажутся от пользования транспортом, по крайней мере, будут пользоваться им не так регулярно». Мы узнали мнение жителей Казани о новом проекте Минтранса. «Вышел вот такой закон, вообще было бы классно. Катаюсь на общественном транспорте, так что для меня это хорошо». «А почему должны водители оплачивать проезд другим людям?» «Лично я думаю, что это не самое мудрое решение, но то, что, например, студентам бесплатный транспорт было бы к использованию. А то, что водить машину, мне кажется, дорого довольно, бензин и так далее, не дешевый». Эксперты по космической погоде из НАСА и Американского метеорологического агентства НОА объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности, 25-го по счету, с 1749 года, когда был начат подсчет числа солнечных пятен. Что такое солнечный цикл и чем он может быть опасен, узнаете из следующего сюжета. Совсем скоро в нашей Солнечной системе произойдет значимое событие. 25-й по счету цикл солнечной активности по прогнозам ученых будет длиться 11 лет. За этим явлением люди стали наблюдать еще в 16 веке, однако только в 1843 году ученый Рудольф Вольф обнаружил 11-летний цикл. Благодаря исследованиям он открыл, что первый солнечный цикл начался в 1749 году. «Долго очень шли вот эти вот, по большому счету, исследования, что именно цикл 11 лет составляет, цикл этот 11-летний достаточно долго проявлял себя как стабильная величина. То есть наблюдения подтверждали, что действительно такой цикл, он существует по активности Солнца. Но в дальнейшем ситуация несколько изменилась. То есть в последние годы цикл солнечной активности, в общем-то, показывает себя странным образом». Если говорить простыми словами, солнечный цикл — это появление солнечных пятен, областей на поверхности Солнца, которые темнее окружающих их фотосферы. Так как в них сильное магнитное поле подавляет конвекцию плазм и снижает ее температуру примерно на 2000 градусов. Однако помимо пятен, солнечный цикл сопровождается и другими явлениями — рентгеновскими вспышками, корональными выбросами массы, корональными дырами. Все эти явления приводят к возмущениям в солнечном ветре, что сказывается на магнитном поле Земли, вызывая геомагнитные бури и полярные сияния. Однако прямого воздействия на организм человека солнечные пятна газать не могут. По данным ученых, в 2018 году начался минимум солнечной активности, когда неделями на Солнце не появлялся ни одного пятна. Однако в феврале 2019 года уровень коротковолнового излучения светила уменьшился примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов. К прогнозам ученых, максимум солнечной активности ожидает планета к 2025 году. Вот только пока что это всего лишь теория, никем не подтвержденная. Есть такие даже теории, которые говорят, что внутри Солнца как бы идет перемешивание, прекратилось вот этот процесс ядерных реакций, они, конечно, потом, видимо, опять возникнут, но и такой подход есть. Окончательных выводов делается очень-очень много. Теорий строится также много. Это очень сложная система. Объяснить то, что там происходит, очень проблемно, и поэтому любые работы, которые в области этой делаются, ну, они приветствуются мировым сообществом научным. По словам ученых, предугадать, как же поведет себя Солнце в тот или иной момент нельзя. Можно только наблюдать за ним и исследовать, строив догадки и теории. Лев Диденко, Универ, Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok